МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Показатели по числу заболевших COVID-19 на пределе в среднем по 3 тысячи вызовов в сутки работала служба скорой помощи. И максимальные за всю историю пандемии в регионе значения по количеству умерших от коронавируса – до 20 человек в сутки. Причину высокой смертности от COVID-19 на днях озвучил министр здравоохранения Край Дмитрий Попов. Сегодня количество больных на ходяществе на искусственной вентиляции легких уже 195 человек. А это выше, нежели чем даже на пиках прошлого года. Тяжесть течения, быстротечность этого заболевания, когда пациент поступает в стационар, конечно же, отличается от, скажем так, осеннего варианта COVID-19. Значительно выросло и число привитых от короны. Очереди можно было наблюдать в поликлиниках и специальных пунктах вакцинации. Три таких открылось на неделе в крупнейших торговых центрах Барнаула и один на автовокзале города. Между тем, немало жителей края опасается вакцинироваться из-за возможных осложнений для здоровья. Для них по показаниям предусмотрен медицинский отвод от прививки. Что это за показания и каковы последствия для тех, кто пытается избежать вакцинирования, не имея на то оснований, расскажет Анастасия Дороган. «Вы поставьте, а мы еще подождем» – эта фраза стала звучать чаще. На волну желающих привиться от коронавируса логично появилась волна скептиков. У них на отказ от прививки свои причины – серьезные хронические заболевания или аллергии. Люди говорят, страшно проводить на себе эксперименты. И тогда встает вопрос, как можно законно избежать вакцины. Способ есть – медицинский отвод. Но в стране и в регионе, в частности, отсрочку дают в основном временно. При обострении хронических воспалительных заболеваний и окончании острых воспалительных заболеваний от двух до четырех недель, чтобы в организме все успокоилось, перед любой вакцинацией в государственных поликлиниках делается медосмотр терапевта-специалиста. Если какие-то подозрения возникают, мы не делаем эти прививки, направляем, ну, крайне редко, но направляем на консультацию с специалистом. А вот четко рекомендаций для полной строчки – нет. В Краевом Минздраве нам назвали лишь одну причину – проявившийся после первого компонента препарата анафилактический шок. После такого человеку вручают документы о медотводе без занесения записи в госуслуги. Кстати, выдать документы имеют право лишь терапевты или фельдшеры, которые ставят вакцину. Однако юридически все интереснее. По закону человек вправе без причин отказаться от прививки. С другой стороны, опять же по закону, его тогда не выпустят за границу, и это самое безобидное. Так работодатели призывают прививать минимум 60% сотрудников. Но юрист Татьяна Корнелюк объясняет, что принуждение к прививкам в задачи руководителей не входит. Рассказать о необходимости проведения прививок и сдать некие приказы, памятки каким-то своим работникам раздать. Даже не стимулировать, собственно говоря, а дать возможность работнику сделать прививку. Ну, самое распространенное – дайте ему выходной в этот день. Если вы это сделали, вы не обязаны следить за тем, 60% у вас привилось или 59% или 20% привилось. Потому что у работника есть точно такое же право отказаться от этой прививки. И еще один нюанс. Есть всего 12 сфер, представители которых в принципе обязаны вакцинироваться. Это работа на неблагополучные по инфекциям земли, содержание безнадзорных животных, обслуживание канализации, образование и, конечно, медицина. Но сотрудники данных сфер на сегодняшний день обязаны прививаться препаратами, которые существовали еще до пандемии. Сотрудников, которые не хотят ставить вакцину, имеют право бессрочно отстранить от работы. Но салонов красоты, кинотеатров, торговых центров и госучреждений в списке нет. Прислали уведомление от одного из работодателей, что он угрожает работникам отстранением от работы. Транспортная компания, уважаемая в нашем городе, запугивает работников незаконно. И тогда, говорит Татьяна, несогласным сотрудникам одна дорога в суд. О таких случаях пока неизвестно. Что касается полной срочки от вакцинации, то дают их в единичных случаях. А подавляющее большинство, уверены медики, способны перенести вакцинацию. Кстати, распоряжение об обязательном прививании от коронавируса в край еще не принято. Кстати, еще одна категория, на которой может отразиться ужесточение противоэпидемиологических мер – это абитуриенты. Скоро в активную фазу войдет приемная компания. И не исключено, что в ВУЗам порекомендуют делать выбор в пользу защищенных, то есть вакцинированных выпускников школ. Это временный запрет на прием образовательные и оздоровительные учреждения в период эпидемии. То есть, собственно, сейчас у нас идет период эпидемии. Если вы уже учитесь, например, в этом учебном заведении, отказать вам в посещении уроков занятий вам не могут. Но отказать абитуриентам с приемной в это учебное заведение вполне законно на основании вот этого пункта. Правда, директор Центра социально-юридической поддержки уверена, что до реальных отказов зачисления не дойдет. Поскольку иначе может очень сильно отразиться на приемной компании. Но, тем не менее, сама ситуация довольно щекотливая. Ведь части выпускников школ нет 18, а значит, они дети, которых пока по закону не вакцинируют. И вот еще одна медицинская тема этой недели. Все больше барнаульцев жалуются на нехватку специалистов узкого профиля в городских поликлиниках. Несколько человек обратились и в нашу редакцию. По их словам, попасть, к примеру, к неврологу, мамологу и лору практически нереально. О злободневной проблеме далее. Ждать приема две недели, а то и больше. В таких условиях нередко оказываются барнаульцы при обращении в государственные поликлиники. Одна из жительниц краевой столицы прислала нам видео, однако предпочла сохранить анонимность. У женщины воспаление в ухе, а лор, как выяснилось, сможет принять только через две недели. У меня два, наверное, пробка стоит в ушах. Они все равно, без кого-то не принимают. Она у нас одна осталась. И куда теперь? Только если через 109, через неотложку. В кабинете неотложной помощи прием оказывает фельдшер, специалист широкого профиля. Но к нему нередко отправляют пациентов с одной стороны температурящих, с другой – с острой специфической болью. При другом раскладе люди ждут приема у конкретного врача неделями. Мне нужно было к неврологу, я до сих пор не попала. Нету талонов. Ну, вот считайте, с апреля месяц. Вот сегодня с 8 часов звонила, трубку раз ни раз никто не взял. Сейчас вот пришла, не записывают. А почему? Объясняют? Ну почему? Утром надо приходить здесь, чтобы очередь была и заражаться. В ходе подготовки материала мы обзвонили все городские поликлиники. И выяснили, что в каждой из них в штате числится лор. Но на практике попасть к нему очень сложно. Талон выдают только на две, а то и три недели вперед. Аналогичная ситуация с неврологами. Но самая острая ситуация с мамологами. Их нет ни в одной из барнаульских поликлиник. В Краевом Минздраве дефицит специалистов в первичном звене здравоохранения признают. И говорят, что постепенно проблему решают. Но при этом подчеркивают, кадровый вопрос во многом задача главных врачей медучреждений. Целевой характер обучения, закрепление за медицинскими организациями. Это, наверное, основная работа со стороны главного врача. По привлечению молодых специалистов к себе. Конечно же, здесь все способы хороши. Получается, выход только один. Частные центры. К примеру, плат на мамологе принимают в 17 учреждениях. Востребованные узкие специалисты, в принципе, стараются уйти работать в частные клиники. И платят больше, и нагрузка меньше. Так, недавно в Барнауле открылся даже лорд-центр, который и объединил крайне востребованных специалистов. Но там за каждый прием придется заплатить. В среднем один визит в коммерческих центрах обойдется в тысячу рублей. Анастасия Бертенева, Анара Шагирова, Данил Захаров. День с толком. На днях появились новые правила въезда в Россию из стран Европейского Союза. Они касаются и российских граждан, возвращающихся из-за рубежа, и иностранцев, прибывающих в нашу страну. Для многих закрытые границы из-за COVID-19 стали настоящим испытанием. Приехать к близким оказалось непросто, а в правилах слишком много нюансов. О них в специальном репортаже Анары Шагировой. Так долго близкие люди соседствующих стран в разлуке еще не были. Ситуация с COVID-19 мешалась и тут. Я и сама испытываю некоторые неудобства из-за введенных ограничений. Для меня, как для гражданки России, встреча с мамой, которая сейчас находится в Казахстане, обернулась бюрократической волокитой. В таких же условиях оказался и барнаулец Павел Ножников. Его родные живут в соседнем Казахстане. Вспоминает, до пандемии еще по студенчеству чуть ли не каждые выходные ездил домой. А сейчас встречается с семьей не чаще раза в год. Вы понимаете, у нас все работает. В кинотеатре мы можем ходить, в бассейны ходят люди, на пляжах купаются. На бой съездить к родителям, я не могу спокойно взять, поехать. Действительно, просто взять и поехать стало проблемой. Так что со следующим визитом в республику парень пока не торопится. Слишком много нюансов. Трудности возникали, двое, наверное, трудности. Первое, это технически добраться до Казахстана. Общественный транспорт не ходит, ни поезда, ни автобусы. Приходится ехать или на такси до границы, потом в пешем порядке пересекать границу и опять садиться на такси и добираться уже до пункта назначения в Казахстане. В финансовом плане тоже это проблема, потому что надо платить за такси, платить за ПЦР-тесты. Обязательно с ПЦР-тестами без них не пускают. На данный момент сухопутная граница с Казахстаном закрыта. Поезда и автобусы не возобновили рейсы. Проехать можно только на автомобиле. И лишь официальным лицам, и тем, у кого в республике близкие родственники. Родители и опекуны, супруги, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки. На границе нужно предъявить документы, которые подтверждают родство с гражданином Казахстана. В каждой стране, конечно, свои условия для пребывающих. Так, например, в тот же Казахстан проехать пока можно непривитым, но при этом обязательно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Сделать его нужно за 72 часа до отправления. Однако, как выяснилось, вернуться гражданам России домой из-за рубежа совсем непросто. Здесь есть ряд условий. Во-первых, сначала они должны заполнить анкету до того, как они вылетят обратно в Российскую Федерацию. Эту анкету они должны загрузить в личный кабинет на госуслугах. Уже по прилету в течение трех дней они должны сдать один анализ. И до получения результата в течение этих трех дней должны находиться в режиме также изоляции. По получению результатов они также свои результаты необходимы им загрузить туда же, на портал госуслуг. Однако 7 июля правила немного подредактировали. Если у гражданина завершен курс вакцинации и у него уже есть сертификат о прививке, сдавать ПЦР-тест ему по возвращению не нужно. То же самое и для тех, кто в течение шести последних месяцев переболел коронавирусом. Для подтверждения, что он привит или переболел, ему нужны вот эти документы, подтверждающие сертификат о прививках или сертификат о перенесенном заболевании, также загрузить в свой личный кабинет на портал госуслуг. Для иностранцев другие условия. Так, граждане Таджикистана и стран, входящих в Европейский союз, в том числе Казахстана, тоже должны иметь отрицательный тест на ковид, сделанный в течение 72 часов до прибытия. При этом на телефоне должно быть установлено специальное приложение «Путешествуй без ковид», куда необходимо загрузить результаты исследований. Вот так сегодня не сладко приходится жителям двух соседних государств. Анна Рашигирова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Проблема растущих цен на продукты, особенно овощи, не теряет актуальности. Жители нашего аграрного края, в частности, недоумевают. Почему в торговых сетях нет местной моркови, картофеля и свеклы, а только импортные овощи по заоблачным ценам? О том, почему отечественная сельхозпродукция не доходит до прилавков магазинов, и каким образом можно решить проблему продовольственного обеспечения населения – мнение местного агрария главы крестьянско-фермерского хозяйства Петра Мурзинова в интервью далее. Сегодняшнюю инфляцию на корнеплоды и население, и эксперты откровенно называют бешеной. Наверняка и вы отмечаете, замечаете этот рост цен большой. Вот скажите, за ваш опыт подобные скачки отмечались на овощи? Нет, не отмечались. Всегда было падение, то есть немножко снижались цены на рынке. Всегда. Это только вот нынешний год произошел такой резкий спад. То есть спад производства и рост цен. Раньше в овощном производстве такого не наблюдалось. Именно плохой урожай прошлого года спровоцировал такой рост цен? Да, скорее всего, это не урожайные годы. Затратный производство. Много энергии тратится. Поливное все-таки это земледелие без полива никак. Энергетическая составляющая производства овощей, оно дает о себе знать. Уменьшается количество площадей под овощи, ну и урожай падает. Вы в прошлом году много не добрали морковью? Про морковь, если мы говорим. В прошлом году, посеяв морковь, ну небольшой у нас в цинном площади, ну 2 гектара, пришлось перепахать морковь. Почему? Потому что сходы были плохие, некачественные. Сходы. С водой у нас все в порядке было, поливные системы работали, но всходы были ужасные. Раньше мы семена закупали на опытной станции, но теперь там производство пришло как бы в упадок, и семена приходится брать в семенных магазинах города. То есть это получается своего рода кот в мешке, да? Вот какие семена попадутся, такой урожай. Никто не отвечает за качество семян. Видите ли, производство овощей – это поливное земледелие. Мало влияет погода на производство овощей. Чем меньше осадков, тем больше солнечных дней, тем выше должен быть урожай овощей. Но у нас наоборот. Первоначально это семена. Не будет у нас районированных семян, качественных, мощных, по своему качеству, мощных по вслужности. Трудно будет получить морковь. Позапрошлый год плохое оружие в прошлом году пришлось перепахать. Вот осенью, когда происходит массовая закупка овощей, приезжают перекупщики, закупают у нас картофель, продают в два раза дороже. Нам нужно убирать продукцию. Мы самостоятельно, ну часть продаем, конечно, и сами выезжаем. Но это мизерная часть от того, что мы можем продать, дать городу. Есть перекупщики, которые сбивают цену, по большому счету, а выйти вам самостоятельно в торговые сети нет возможности. Сложно, конечно, сами продавать, хотя вроде бы как бы места на рынках предоставляются, несколько рынков. Но мы поставляем картофель на рынки по просьбе администрации. Это может быть оправдано. Больше людей приходит, закупают в закупочном периоде. Ярмарки, вот какие-то фермерские рынки, это, наверное, все-таки площадки для сбыта небольшого объема продукции. Конечно. А как бы вам хотелось, фермерам, чтобы кто на вас выходил и как закупали эту продукцию? Должна кооперация торговая быть. Пусть кооперация владеет овощными базами мощными. Пусть владеет переработкой. Ну, часть идет фермеру, ну, а часть, конечно, может храниться на территории хозяйств. Но нужно непримитивное помещение, которое мы сейчас имеем. А современные комплексы? Современные комплексы. Вот совхоз Барновский взять. Два овощехранилища новых было, по тысяче тонн. Каким-то чудесным образом разобраны и вывезены материалы. Надо внимания больше уделять, особенно хранению. Для этого должны люди на местах у власти должны работать. Наша городская дума должна в этом направлении работать. Наша краевая власть тоже должна в этом направлении работать. Серьезно работать. Не просто там вести статистику, а конкретно. А вот напрямую вам, фермерам, выйти на прилавки, или создать те же объединения, о которых вы говорите, вот что в этом-то смысле не получается? Ну, самостоятельно, видите, надо организовать какие-то собрания. Должны быть инициаторы. Организаторы этого всего. Да, организаторы этого всего. Представим ситуацию, что есть и овощехранилища, и создана кооперация какая-то, объединяющая наших аграриев, фермеров. И есть возможность поставлять нашу местную экологичную продукцию в магазины. Насколько бы вы могли нарастить свои обороты? Насколько больше вы бы смогли выращивать овощей? Ну, не на проценты, а в разы мы можем нарастить. В разы? В разы, да. Земли у нас хорошие. Совместно надо работать над этой проблемой, чтобы были овощи дешевые. Надо помогать всем фермерам, которые занимаются производством овощей. Налазить рынки сбыта, да. Торговая кооперация должна быть между хозяйствами, должна быть закупочная организация, организованная, которая бы имела овощные базы, хранилища. Ну, и по каким-то достойным ценам производила закуп нашей продукции. Но такой взлет цен все-таки, ну, некрасиво иметь аграрному краю на рынках Барнула. За сколько вы продавали в прошлом году? Там картофель, морковь, свеклу? Ну, картофель до 10 рублей не доходило. Капуста – 8. На этой неделе начался прием заявлений на новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет. Такая поддержка оказывается родителям школьников в преддверии учебного года. А между тем, родители, оплатившие путевки за загородный отдых своих детей до 25 мая, переживают, что останутся без кэшбэка. Причина – постановление правительства России от 11 июня, в котором говорится, что единовременная социальная выплата им теперь не положена. Есть ли решение проблемы и состоится ли третья смена в загородных лагерях региона? Расскажем далее. Кэшбэк получат все те, кто оплатил путевки после 25 мая и до этого срока. Так было обещано ранее. Родители даже не переживали, что могут остаться без возвратных средств. Притом, что 5 тысяч алтайских семей выплаты уже получили. Более 17 миллионов рублей вернули родителям, кто оплатил путевки своих чад после 25 мая. Министр образования и науки региона Максим Костенко говорит, не ожидали, но по июньскому постановлению выплат лишились родители всех российских регионов, кто заплатил за отдых на пару дней раньше. Уже направлено обращение в Министерство просвещения России. Мы не теряем надежды и просим всех родителей тоже чуть набраться терпения, потому что мы продолжаем работу с нашими федеральными органами власти, руководителями, чтобы вот эту меру все-таки распространить так, как изначально задумывалось. Министр также подчеркнул, что из-за нескольких случаев заболеваемости персонала в загородных лагерях региона об отмене следующих сезонов речи не идет. Независимо от того, вакцинирован ли ты, антилаг у тебя ли ты переболел, если ты сотрудник, ты все равно сдаешь ПЦР в любом случае на входе и на выходе. После этого у нас там 4-5 дней в разных лагерях по-разному пересменки для того, чтобы полностью обработать лагерь. И мы это все осуществляем. И мы видим как раз выявленные ситуации, показали, что эта система работает, защиты. Мы не планируем сокращать. Так как в этом году смены короткие, всего по 2 недели, их за летний период, по словам министра, может быть и 4, а где-то даже и 5. При этом все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором, руководители оздоровительных лагерей обязаны соблюдать. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин, День с толком. На этой неделе произошло сразу несколько жутких происшествий. Два человека погибли в ДТП в Романовском районе. В Барнауле нашли труп новорожденного ребенка. Тело младенца пыталась сжечь сама горе-мать. И в краевой столице же рецидивист убил полицейского и сжег тело вместе с машиной. О последнем инциденте подробнее расскажет Ирина Корчагина. То самое место, где обнаружили сгоревший автомобиль и тело Владислава Неудахина. Искать участкового по Ленинскому району начались сегодня ночью. Вчера после рабочего дня мужчина сдал оружие и поехал в Ганьбу домой к опасному рецидивисту вручить повестку. Установлено, что бывший заключенный нанес участковому колотую рану в шею и поджег служебную машину. Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе следователей, следственного комитета и оперативных сотрудников МВД было раскрыто. По подозрению в совершении убийства в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса России задержан местный житель. Подозреваемый 57-летний Владимир Шедов именно к нему и отправился участковый. Дома у рецидивиста нашли одежду в крови. Сообщается, что он уже во всем сознался. Известно, что первый раз Шедов оказался за решеткой еще в 93-м году за убийство. А в 2004-м он до смерти избил женщину. Сейчас мужчина находится в привычном для себя месте в изоляторе, а у участкового Владислава Неудахина осталась жена и трое детей. В органах более 15 лет. Совсем немного оставалось до пенсии. Ирина Корчагина День с толком Алтайский край может стать пилотным регионом по адаптации к глобальным изменениям климата. Вопросы сокращения выбросов парниковых газов обсуждали на неделе московские и алтайские ученые в краевом правительстве. По мнению гостей столицы наш край идеальная территория для внедрения так называемой зеленой экономики и взаимодействия в этом вопросе ученых, бизнеса и властей. Этот проект долгосрочный, наш регион в нем делает только первые шаги и набивает первые шишки. Так даже первое большое совещание не прошло без недопонимания со стороны участников. Анастасия Дороган продолжит. Новая валюта 21 века уже не нефть, а СО2, углекислый газ. Когда вся планета переводит свою экономику на зеленые рельсы, невозможно оставаться в стороне. Особенно, когда на этом даже можно заработать. речь идет о так называемых углеродных единицах, квотах, которые компенсируют выбросы от производства, а получают их выращивая деревья. Промышленное предприятие или транспорт выбрасывает СО2. Этот СО2 поглощается парниковыми газами в лесу. И эти инвестиции от этих предприятий и от финансовой сектора идут на посадку. Для чего нужен этот механизм? Но прежде всего для посадки лесов, лесополос, сохранения лесов, чтобы они не горели. По данным Стыценко, если пожары в нашей стране продолжат бушевать с той же силой, что и сейчас, к 2050 году от лесов Алтая уже мало что останется. А это важный способ сокращения парниковых газов, чего требует и Парижское климатическое соглашение и новый российский закон, который вступит в силу в конце этого года. И если предприятия превысят лимит выбросов, им нужно будет компенсировать вред покупкой тех самых углеродных единиц, считает Деревьев. И в России уже есть компании, готовые вкладываться. Если Алтаю твердят пилотным регионам, инвесторы придут к нам. Рынок в мире углеродных единиц и квот на выбросы составляет, ну, за прошлый год, 229 миллиардов евро. Но в России подобных пока доходов никто не заметил. Территория под пилотный проект уже выбрана. Это Залесовский район. Правда, у ученых уже сложилось недопонимание насчет стоимости рент земли. Залесовская администрация подняла ставку арендной платы почти что 8 раз в 7,8. И для нас это является критичным. Если проект не доживет до его реализации, до получения промышленных объемов, вот у нас 4,7 миллиона тонн СО2. Если это оценить по доллару, то это 4,7 миллиона долларов. Власти пояснили, земли и сельхозназначения и использовать их по назначению было бы выгоднее. И теперь разрешить вопрос должны будут в правительстве. Должно быть принято решение чуть более на другом уровне. Забрать эти земли в край, например. И заниматься уже этим вопросом. Как пример. Проблемы с районной платой существовали. на наш взгляд для реализации данных проектов нужно увеличение площади как минимум еще на 10 тысяч гектар для привлечения больших инвестиций. Сможем ли мы обеспечить количество саженцев на территории Алтайского края. Это действительно важный вопрос, так как инвесторов будут привлекать большие проекты. Но все эти вопросы будут решать в процессе. В любом случае власти края направили в Москву письмо с просьбой включить Алтайский край в число пилотных регионов зеленой экономики. Анастасия Дороган, Данил Захаров, День с толком. Проработка проекта, считают многие специалисты, будет непростой, так как вопрос зеленой экономики очень емкое и многогранное понятие. Но уже ясно, что взаимодействие ученых и властей должно быть продолжительным и основательным. Тогда процесс будет взаимовыгодным, уверен независимый наблюдатель за переговорным процессом Рамочной конвенции об изменении климата ООН Андрей Стеценко. Самый развитый это рынок Евросоюза. Там цена в прошлом году была 28 евро за тонну, а сейчас она возросла до 56 евро за тонну. Практически везде увеличилась за последний год цена выросла в два раза на углеродные единицы. С 2021 года, как Георгий Сафонов отметил, что авиакомпании начинают тренировочные оплаты за выбросы от авиакомпаний. Это тоже огромный рынок, откуда мы можем привлечь инвестиции, то, о чем говорил Владимир Владимирович в своем докладе. Например, арабские страны, у них пустыня, у них негде выращивать леса, а мы можем на нашей территории посадить эти леса. Нью Грин Дил, о котором я только что сказал, это таможенный сбор, но предотвратить его и дать возможность нам вырастить эти леса и компенсировать промышленности углеродный след с тем, чтобы на границе была отъявлена бумага о поглощении этого углеродного следа внутри нашей страны. И в завершении выпуска о летних дарах. Как известно, середина июля ягодная пора. Виктория еще не отошла, но уже поспели малина, смородина и крыжовник. Специалисты и садоводы говорят, ягода в этом году уродилась, и лесная в том числе. Так, почем нынче витамины и за сколько на рынках можно купить первые белые грибы? Смотрите далее. А много ягод нынче? Много ягод нынче много. А как считаете, почему? Ну, наверное, погода хорошая, жарко, ягода же тепло любит. А кто-то считает, что обилие ягоды нынче как раз вопреки жаре. Но выбор у горожан большой. В лесах сейчас много клубники. Эта женщина собирала ее сама в районе села Зудилово. Продает недорого. Небольшой пластиковый стаканчик 100 рублей, ведерко 200. Низкая пенсия вынуждает торговать. Порой на жаре приходится находиться часами, чтобы подзаработать на дарах природы. На рынке социальные ряды битком. И ягода здесь на любой вкус. И лесная, и огородная. У меня смородина дома, красная, черная. Все, и жимолос есть. Просто она у меня еще не поспела. Малина только поспевает. Большой пластиковый стаканчик лесной земляники обойдется в 250 рублей. Красную смородину можно купить за 80. крыжовник стоит 100 рублей. Малина, как нам сказали, только пошла, поэтому за трехлитровое ведерко просят 700, а вот 3 литра лесной клубники дешевле от 500 до 600 рублей. Конечно, дорого активно интересуются, причем и грибами. Пока на рыночках и рынках исключительно белые. Цена за килограмм царя грибов составляет от 400 до 450 рублей. Люди говорят, дороговато. На сколько грибы подорожали? Ну, раньше они были по 200-250 в том году я брал, а сейчас видите, насколько дороже. Когда наши пойдут уже местные здесь, озерки там, ларичьих, тогда они будут дешевле. Цена всегда дороже идет. Потом уже снижается. Когда у нас вот цена на грибы должна снизиться? В конце июля, я думаю, снизится. В общем, погода нынче благоволит. Ягод и грибов предостаточно. Цена на ягоды с прошлого года практически не изменилась. Грибы пока не каждому по карману. Но выбрасывать продавцам ничего не приходится. Говорят, к вечеру полки пусты. Кстати, в это время 100 рублей с ведерка покупателям точно скинут. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Я же благодарю всех, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.